В набережных Челнах продлили меру пресечения Альбини Сазоновой. Главу агентства недвижимости обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В деле более полутора сотен пострадавших и ущерб на сотни миллионов рублей. Как считает следствие, женщина получала от клиентов деньги за квартиры, но оставляла их ни с чем. Продолжит ли Сазонова находиться в СИЗО или ее отправят под домашний арест, расскажет Нафиса Минязова. Я прошу вас издачный домашний арест, так как у меня маленький малолетний ребенок и в середине у нас ожидается школа. Я за их обязательства не отказываю и никуда выглоняться, а следствие я не собираю. С такой просьбой к суду обратилась Альбина Сазонова. Женщина не признает вину в предъявленных обвинениях. Кроме нее в зале заседания адвокаты, сотрудники правоохранительных органов и только двое потерпевших. Остальные ждут решения на улице. За время следствия они разделились на два лагеря. Одни считают, что Сазоновой достаточно домашнего ареста, а другие настаивают на заключение в следственном изоляторе. Она уже просидела три месяца на домашнем аресте и никаких движений в нашу сторону не было. Ни от нее, ни от ее представителей. Очень много семей остались на улице без квартир. Наша инициативная группа будет просить суд о том, чтобы ей избрали меры пресечения более мягкую. Почему не смогла выполнять, когда находилась под домашним арестом, объективно, потому что была официально объявлена пандемия. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По материалам дела она брала у клиентов деньги, обещая предоставить им квартиры. В итоге 160 человек обещанного жилища так и не дождались. Сумма ущерба в настоящее время оценивается в 306 миллионов рублей. До этого времени женщина пробудет в СИЗО. Следствия по громкому делу продолжаются уже пятый месяц и число пострадавших продолжает расти.